Доброго времени суток Мы ввели параметры динамика, ввели необходимую нам настройку порта, ввели площадь порта через его размеры, указали чистый объем и исходя из этого программа нам посчитала длину порта, которая нужна для нашей настройки. Мы остановились на определенном объеме, это было 55 литров, потому что график АЧХ, амплитудно-частотные характеристики, нас устроил. После чего возник резонный вопрос, а какой именно график АЧХ должен устраивать? Вот в этом видео я и покажу вам путем изменения объемов, изменения линии АЧХ, какую лучше выбрать для каждого конкретного случая. В этот раз пробежимся по другому режиму ввода параметров, который называется Run Design Wizard. Ничем не отличается практически от ручного, но раз есть возможность, давайте посмотрим его. Программа предлагает нам начать либо с данных о корпусе, либо с данных о динамике. Мы, соответственно, начинаем с данных о динамике. Далее галочка «Ввести параметры вручную», галочка «Добавить динамик из базы данных». Вводим вручную, попадаем уже на знакомое нам окно. Открываем экспертный режим и вводим наши прошлые параметры. Так, FS у нас была 32, объем 73 литра, QTS 0,37. Нажимаем «Принять». Нажмите «Далее» для продолжения, «Далее» нажимаем. Далее программа спрашивает, какой корпус мы хотим для динамика. В прошлый раз мы считали фазоинвертор, выбираем «Фазоинвертор». Попадаем снова в знакомую вкладку «Бокс дизайн», где указываем данные для корпуса. Объем у нас в прошлый раз получился 55 литров. Настройку мы заказываем 35 Гц. Порт 210 квадратов был, прямоугольный. Это у нас получалось 300 миллиметров или 30 сантиметров на 70 миллиметров или 7 сантиметров. Так, проверяем заполнение. Заполнение быть не должно. Так, что-то слишком длинный порт. Возвращаемся в «Бокс дизайн». Объем скорректировался, нет, не даем корректироваться ему. Оставляем 55 литров. Вот мы пришли к той длине порта, которая была у нас в прошлый раз. Нажимаем «Принять». Нажмите «Далее» для продолжения. Нажимаем. Попадаем на шаг построения графика. Здесь кнопочка «Закончить». Ну и все. Вот мы пришли к тому виду программы, которые попадали после ввода данных вручную. Ну, в самом первом режиме и в первом видео. Заходим во вкладку «Room», чтобы учесть амплитудно-частотную характеристику, о, передаточную характеристику салона. Выбираем нужный файлик. Открываем. Применяем. График скорректировался. Если кто-то не понимает смысл действий и какие файлы выбираются, внизу будет ссылка на прошлое видео. Посмотрите, там все эти моменты подробно разбираются. Чертим график непосредственно с учетом передаточной функции салона. Вот у нас получилась знакомая картина. Убираем невлияющие галочки. Уменьшим диапазон. Вот. Вот тот график, который мы сочли приемлемым в прошлый раз. Почему именно такой? Сейчас попытаюсь объяснить. Чистим для наглядности график. И перейдем снова во вкладку бокс дизайн. Итак, допустим, мы... Я хочу сказать, что я не готов отдавать столько литров для корпуса. И готов дать только 20 для него. Уменьшая чистый объем корпуса, для поддержания этой же настройки сильно увеличивается длина порта. Ну и вообще, вот это вот значение, оно выходит за вообще нормальные параметры. Это просто для примера. Нажимаем применить. Строим график. Получаем вот такую АЧХ. В чем вообще смысл желания настройки в 35 Гц? Смысл в том, что мы хотим, чтобы на музыке в районе 35 Гц был акцент басовый. Отсюда и получается вот этот горб в виде увеличения громкости по диапазону частоты. Здесь же при таком объеме нам программа не может ничего другого выйти, как вот такую вот страшную, страшную линию, даже с провалом громкости. Ну, понятно, объем здесь выходит за рамки разумного. Давайте вернемся во вкладку бокс, уберем этот страшный, страшные цифры, поставим обратно 55. Ну и для сравнения начнем чертить уже графики для сравнения. Вот мы чертим наш график. И давайте теперь попробуем, ну давайте не 20 литров, пусть будет, а что-то вменяемое. Ставим 40. Видим, что АЧХ скорректировалась. Длина порта значительно больше метра стала, метр тридцать почти. И нажимаем применить. Давайте построим для сравнения график. Пусть будет у нас желтый. Строится. Хорошо. Как мы видим, он стал более плавный, так называемый, более музыкальный. Но вот увеличение громкости в необходимом диапазоне стало меньше. Ну, это неплохо, каждый выбирает для себя то, что ему нужно. Давайте снова перейдем во вкладку бокс. И закажем теперь объем не 40, а скажем, мы готовы выделить целых 80 литров на чистый объем. Увеличивая чистый внутренний объем, снова уменьшается у нас длина порта. Ну, для того, чтобы не изменилась настройка. Применяем. Видим. Снова корректировку линий. Расчертим. Итак, мы получили третью линию. Теперь есть наглядная возможность все эти три АЧХ сравнить. О чем нам говорит желтая линия? О том, что в низкочастотном диапазоне наш сабвуфер в объеме 40 литров отыграет достаточно плавно и ровно. Что для музыки непосредственный плюс. Но в небольшой ущерб усилению диапазона частот, которые мы заказывали. Зеленый же график говорит нам наоборот. То, что сабвуфер будет играть громко, но на достаточно узком диапазоне частот. То есть, например, частота 35 Гц будет сильно громче, чем частота 30, несколько Гц влево или вправо. Что ухудшает музыкальность баса. То есть, если даже музыка или трек ориентирован на низкие частоты, он все равно имеет в своем диапазоне, в своем тракте широкий диапазон. И поэтому динамик в таком корпусе, в 80-литровом, будет звучать громко, но узко. Можно так сказать. Или бедно, что ли. Соответственно, есть смысл из этих трех линий выбрать красный. Потому что она имеет умеренную плавность при воспроизведении низкого диапазона. И хорошее, достаточное усиление. Каждый выбирает то, что ему нужно. То есть, кто хочет больше музыкальности, тот может выбрать желтый график. Но тут он приближается к закрытому ящику. Почему бы тогда не выбрать закрытый ящик? Ну, это, к примеру, такой может быть вариант. Высокий узкий горб можно выбрать тем, кто хочет очень большой громкости на определенной частоте. Ну, а в данном случае красная линия является золотой серединой. Вот. То есть, ну, я не агитирую за красную линию. Каждый выберет для себя все, что ему нужно. Конечно, это могут быть не только три варианта. Линии могут строиться по-разному, с различными изгибами. Это все будет зависеть от параметра динамика, от площади порта, которого вы выберете, и от многих других факторов. Еще раз повторю, что каждый выбирает то, что нужно ему. В прошлом видео я остановился на золотой середине, как мне кажется. Вот таким образом, в сильно упрощенном, сжатом варианте, объем корпуса влияет на построение графика АЧХ. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было для вас полезным, и вы не потратили свое время зря. Обязательно заходите на наш сайт drbass.ru Читайте расширенные статьи, узнавайте что-то новое. Всем хорошей громкой музыки, качественного низкого баса. Всем пока.